здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 4 ноября 2016 года канал артподготовка программ плохие новости о не программ плохие новости наоборот у нас в общем-то более-менее хорошие новости сегодня праздник поздравляю вас с праздником наверное рассказать надо сегодняшних событиях вернее начать с вчерашних вчера мы пытались прорваться на русский марш в москве с игнатием хотели сережу оставить в саратове а сами туда уехать но тут случился ураган средней силы как поет макаревич да то все занесло мы просто не смогли проехать но и еще была одна причина по которой в общем то это не получилось не только потому что занесло в общем то может быть даже мы пробились бы хотя по времени бы не успели потому что почитали что средний скорость будет меньше 30 километров в час и бесперспективно вот было поэтому приняли участие в русском марше в саратове мне очень все понравилось я не знаю как как сереже вот так значит господи хотел а вот забыл я сказать что просили людмила ильиничной из иркутской области просила сообщить что она значит наша сторонница и что она собирает сторонников это иркутская область шелиховский район село шаманка улица юбилейная 16 кроме всего прочего завтра мы собираем тоже сторонников приходите в общем то наверное чуть раньше восьми часов там что восемь часов мы будем фейерверк пускать и вообще напоминаю что завтра в 20.00 по местному времени везде фейерверк вот а мы будем делать это в москве в московской области в ру в одинцовском районе в поселке лохина улица родниковая 22 я сказал что и когда мы едем из москвы надо повернуть налево направо надо повернуть я оговорился направо после стелы одинцовский район нужно будет повернуть вот такое сообщение сегодня в москве прошел русский марш в сми все написали что там был 350 человек это ложь мы держали связь с нашими сторонниками которые непосредственно оттуда рассказывали нам все людей был три с половиной тысячи но сми и полиция всегда в 10 раз все уменьшают ровно ровно в десять раз да удивительно вот тогда у нас на марш в саратове должно быть сколько два человека один ну да полтора полтора но не полтора как 10 должно быть 10 человек на марш вот так что мы привет передаем всем нашим значит и приглашаем всех я говорю завтра в поселок лохина значит хотелось бы показать тогда что было у нас наружу на русском марше значит вот серега у нас тут выступает такой плакат он сделал красивый так вот серега закрыть так мне надо так вот вот так это выглядело так вот так это выглядело вышел так там значит ну много людей выступала где кстати кутузов мы же вышел кутузова нет ну ладно выступал кутузов наш так сказать как это политзаключенный так его назовем выступил вася бециоха вот тут фотография такая интересная причем он говорил о том что вибрирует вот этот стадион зенит про который мы тоже вчера говорили в программе что а я выступал следующим это навело меня на определенные мысли по поводу вибраций кстати вот странные вибрации на видео у нас не пошло у нас есть только аудиозапись моего выступления вот тут я тоже вот на митинге о как я выгляжу хорошую фотографию такую запустили это какой сми взгляд не взгляд версия прошу обидел обидел да у нас что-то видео наши не пошло ну давай тогда включим аудиозапись где она у нас нас тут еще вот дмитрий игнатьев есть надо динами говорят что мы про него забываем вот опять забыли вот дима тут хорошие фотографии значит вот я я напоминаю возьми цех говорил по поводу того что вибрирует стадион а это наши деньги это наши налоги и вот как бы в продолжении его я выступил давайте послушаем это коротко эти вибрации они собрались причем и полицейские в том числе не тоже ощущают эти вибрации эти вибрации жим-жим такие очень сильные я могу сказать что вот вася говорил про стадион что деньги вложили в пустую это хотя бы вложили мы оплачиваем не стадион мы оплачиваем рутенбергов оплачиваем тимченок оплачиваем шуваловых с их самолетами и собачками мы оплачиваем роскошь тех людей которые решили что они князья в нашей стране что они хозяева в нашей стране и вот по какому поводу на самом деле мы сегодня собрались 4 ноября что произошло здесь в 1612 году войска минина и пожарского прошли по льду москва реки и захватили кремлю выбили чтобы я обещал ватам не ругаться оттуда супостата выбили супостата через сто лет выбили отовсюду шведов еще через сто лет наполеона еще через сто лет вы сами знаете то есть каждые сто лет происходит нечто почему она происходит знаете нам говорят что нет национальной идеи вот сурков там все эти они выли что нет к сожалению у нас национальной идеи вранье у нас есть национальные идеи с древних времен это народовластие власть нашего народа вот наша национальная идея поэтому каждые сто лет народ пытается освободиться может быть не всегда это происходит у нас так скажем ну мирно да но может быть и не нужен этот мирный путь может быть нам нужно собачкам шувалова дать по жопе один раз может быть пришло время настало а может быть настанет еще через год мы не знаем вот мы собрались и смотрим друг друг другу в глаза и чувствуем как вибрирует не стадион зенит а задница вовы вибрирует и все остальные задницы вибрируют и дай бог нам всем здоровья дай бог здоровья наших детям мы победим по любому и все вот эти люди которые стоят здесь и нас охраняют они будут с нами потому что большинство из них уже с нами они симпатизируют они тоже чувствуют эти вибрации дай бог здоровья всем один из последних сегодняшних выступающих также небезызвестный и саратовцам и федеральному обществу демник в каком-то смысле дмитрий игнатьев всем привет ну в тяжелом я положении сейчас нахожусь после Василия Геннадьевича Вячеславовича выступать вообще невозможно сказали все что я хотел друзья мои я вот подходили мы сюда я смотрю нас мало да нет нас много по-настоящему просто большинство тех людей которые по-настоящему понимают что сейчас происходит в стране и в нашем городе они сидят дома и медвежий страх их запугали вот мы можем оглядеться здесь господа офицеры полковники подполковники майора стоят охраняют что мы можем сделать мы можем вещать мы можем говорить и говорить правду это самое главное я сейчас обращаюсь не к тем кто пришел на митинг а к тем кто его тоже охраняет господа офицеры где ваша честь вместо того чтобы предотвращать рост преступности насилия и бесправия в этой стороне вы ходите за оппозиции вы придумываете преступление вам не стыдно дядь юра вот пострадал за слова вам не стыдно нас за правду в стране сейчас сажают за правду сажают вот у меня ситуация сейчас такая меня из партии исключают за пост вконтакте людей сажают где демократия демократии нет народовластия нет вот я хочу чтобы все те кто сюда пришли подсматривать подслушивать и записывать с утра встали завтра посмотрели в зеркало и спросили себя а не стыдно ли мне всем этим заниматься а не стыдно ли мне что моим детям оказывают такую плохую медицинскую помощь из за того что кто то там собачек своих водит и может быть вы сейчас ничего не будете делать но когда наступит голос стране я вас прошу просто присоединитесь к народу сейчас делайте вид но каждое утро вставайте и смотрите в зеркало и думайте не стыдно ли вам а вам спасибо большое всем кто сюда пришел я вижу что вам стыдно за то что происходит в стране и вы хотите менять низкий вам поклон спасибо всем теперь нас слышно вот слава богу прослушали выступление видео нет к сожалению спрашивают где видео что то не пошло видео но бывает у нас сбой электрическая техника меня не очень любит она вырубается так что вот такое бывает а в москве в это время пока проходили здесь русские марши причем по всей россии не слышно мальцева пишут почему не слышно все теперь слышно по всей россии пока проходили русские марши вова тоже решил свой русский марш открыл памятник самому себе князю владимиру но нужно понимать что он же так себя и мыслит не как тот владимир а как вот нынешний такой князь владимир такой чего у человека в башке так вот открыли памятник князю владимиру вова там выступил и вообще сегодня он очень много выступал что-то рассказывал про традиции про традиции вот призвал противостоять современным вызовом опираясь на традиции но опираясь на традиции его давно бы на кол посадили это сто процентов или другой вариант просто бы прах выстрелили бы из пушки опираясь на традиции но у нас много хороших традиций поэтому вот медведем бы скормили да непонятно зачем он нас призывает на них опираться а еще после его выступления кирилл осветил памятник князю владимиру вот попомни мое слово долго не простоит после того как кирилл осветил и тот и другой и тот и другой кирилл и этот памятник наверняка будет какой-нибудь косяк или там постамент лопнет или что-нибудь отвалится в общем то или кто-нибудь в него врежется но это сто процентов можно уже прямо потому что там два бедоносца в одном флаконе они не могут как бы сделать ничего хорошего спрашивают вас пойдете ли вы посмотреть на новый памятник ну-ка пойду конечно обязательно так потом вову в георгиевском зале вручал не валенки да как да как в сне на картине которая была во сне ломова делал ельцин а вручал награды и вот тоже сказал наша сила в верности традициям народного единства верности той высшей свободе которую обретает человек присягая родине родине вова не тебе верности той любви к ней который не приходит по приказу она в наших сердцах это в сердце вова любовь к родине блин я думал любовь к рутенбергам тимченко виланчелем там этому коню вадику да и этой лабрадору кони да там кому угодно только не к родине потому что родине такое из любви такое не вытворяют это какой-то сексуальное извращение буквально то что делает путин со своей родиной вот вручил кустурицы но не курицу а орден дружбы представляешь а курицу на месте с орденом но это удостоверение а там это герб который называли курицей причем при царе батюшке так что вот кустурица курицу да тот поблагодарил его видишь хорошо еще гражданство не вручил к кустурицу сейчас начнет вот и рассказал о надежде на восстановление отношений с сша вот день народного единства как они его называют вот называем это понятно как вот а и в день народного единства путин говорит о восстановлении отношений с сша надежду такую питает то есть значит у него цербит в одном месте значит это очень тяжелая такая штуковина как какая-то верига такой бремя на нем очень он переживает реально переживает а кабала кабала да кила такая у него повисла на одном яйце ну вот путин посетил мультимедийную выставку россия моя история видишь то есть причем история россии какая-то странная да после 45 до 16 года это представишь после 45 до 16 года получается что треть российской истории это вова путин ребят вам не стыдно мне жутко стыдно просто чего-чего не успели я успел его забанить быстрее это цепишь расслабься ну мне пофига кто это так что я был сегодня подчеркиваю на русском марше в саратове и считаю что это правильно что господь меня направил потому что как я планировал быть в москве но по двум произошедшим событиям я подчеркиваю не смог там быть и в общем то мои товарищи саратовские не обиделись потому что они считают что это правильно и в общем то наверное так оно и что бог не делает то к лучшему сегодня у нас будет короткий эфир и многие подчеркнули что в незапланированное время но однако это я думаю лучше чем ничего поэтому к сожалению сегодня вот так 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 ну чё мы тогда ответим на вопросы какие то да давайте коротко по вопросам пробежимся задавайте свои вопросы если у кого то есть через десять минут мы тогда отколю учимся потому что завтра у нас будет тоже эфир но но уже из москвы мы проведем надеюсь во сколько ну покажем фейерверк наверное или как ну давай покажем вообще ну да давайте подумаем обсудим да может быть да так будет ли у сергея эфир нет не будет сегодня тоже ни у кого не будет эфира сегодня а завтра кстати я могу провести в неочередной да ну потому что новостей много будет да новостей будет моменту ну и про русский марш пообщаемся тогда может быть кстати кого то из московских организаторов русского марша пригласим и пообщаемся с ними в моей передаче мы же для этого и делали чтобы с людьми разговаривать поэтому вот пожалуйста будет хорошая тема мы уже осмыслим так итоги какие планы жириком но у вас нет никаких планов шириновским мы его пригласили на эфир он как-то так уклонился пока вы играете в майнкрафт нет не играю в майнкрафт хорошее название майнкрафт майнкрафт да почти как майн камф слава удачи тебе соратникам и вам удачи здоровье самое главное и в общем то чтобы через год осталось то уже ровно год ну все получилось вы верите в победу но если я не верил в победу я здесь не был борис миров выложил новые видео это бомба но посмотреть посмотрим денег нет на фейерверк и стархова говорят колонну вел у нас вот так как-то неудобно с владимиром старховым получилось когда мы его приглашали в эфир у нас но с техническими проблемами эфир был причем не по нашей вине действительно то есть там но вы знаете все эти истории сейчас приедем да 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 поэтому завтра давай пригласим ну мы пообщаемся и от него тоже в том числе зависит но я думаю что с владимиром будет очень интересно пообщаться просто среди наших зрителей тоже большое количество его зрителей его в общем то людей знакомых с его деятельностью поэтому я думаю было бы интересно снова с ним пообщаться так знаете ли вы про ватный марш с херни ничего не знаю мы но мы только приехали с своего марша вот прям буквально там я не знаю с корабля на балл поэтому с хирургом мы как-то рассказываем обществу про ватные марши первое сегодня мы пока здесь сидели в абсолютной зоопарке собирали все кубы и все прочее к нашему русскому маршу на площади у нас проходил марш в котором приняло 15 тысяч человек участия но я вам потом покажу фотографии и вы мне скажете сколько там народу но я насчитал наверное тысячи две с половиной а надо показать паренька да 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 кпрф который где он вот ниже ниже изображение выше звука вот это да вот паренек хороший какой отсутствие выборов приводит к революции тут на улице волоской в недалеко от моего дома вот это бывшая клиника профессиональных болезней сейчас это здание украли и сделали там аптеку хотя но в общем то и аптек неплохая если честно и вот эта улица волоской тут ходили все радовались тому что радаев с володиным открыли пешеходную зону но некоторые радовались кавычках вот пришли с такими плакатами хотя я там жил рядом я не пошел радоваться если честно странно да я потому что тут не рад не рад а мимо нас сегодня проходил крестный ход вот вот там а чё какие 15 тысяч на площади чё там за 15 тысяч сколько там был народу реально тысячи две я думаю а это которых согнали для чего естественно естественно ну для митинга там концерты эгегей единая россия ура вперед а да в честь народу в честь народного единства да окрестный ход окрестный ход ну уж я не знаю с чем он связан он постоянно 4 числа проходит но тоже наверно в честь дни народного единства вот он прям вот прям мимо наших окон проходил я очень хотел я причем даже начал окно открывать оно не открылось представляете а я хотел открыть и крикнуть богородице путина прогони но чё то вот окно не открылось и я подумал наверное это знак не надо кричать хотя мне кажется это вполне христианский вы обещали революцию 7 октября я помню у вас по ваша память вас подводит либо вы нас с кем-то путаете да либо вы с кем-то нас путали 7 октября немножко как-то это потерялись во времени вы тот кто обещал 7 октября в общем-то обещание выполнил но там немножко все не по плану пошло эфир говно ну что ж бывает кто-то написал так как-то прям категорично до забанить тогда за категоричность да нет за чтобы он не мучился а то он мучается представляешь как плохо человеку а так мы его забаним ему сразу станет хорошо облегчим облегчим его учесть так ну все тогда да вы не боитесь репрессии а то что сейчас происходит это не репрессии и как четко сказано да лучше ужасный конец чем ужас без конца да очень хорошо поэтому мы с навальным договорились если вы помните президентом станет тот кого посадят так что в общем то мы может быть даже ждем а как же представляете какая прелесть я сегодня к микрофону вышел и говорю ну я наверно скажу последнее слово потом запнулся и говорю ну последнее слово я скажу потом а сегодня это будет крайнее слово ты спрашиваешь почему борту не отрастил нет недочет что могу сказать недочет анекдоты где самый главный анекдот сегодня все эти выступления путина путин главный русский националист бог и бог да и и самый главный анекдот что это что не там про российскую на закона российской нации вот это самый главный анекдот закона российской нации это просто потрясающе спасибо что вы нас смотрели до свидания спасибо до свидания до новой исторической эпохи осталось уже 365 дней и несколько часов представлять 365 дней бэм